И буквально Ох Избавляет стенку от гребня Ну и второе, основное даже скорее назначение Выравнивание стыков Между блоками Образовавшиеся прикладки Перепад даже в миллиметр уже вызывает В следующем ряду кладки местное Изгибающее напряжение Концентрирует напряжение, чтобы этого не было Да, очень имеет смысл Сглаживать гребни Между отдельными блоками Она прочная вообще, долго она служит Да, такая Построить один домик хватит То есть настолько долго, да, она крепкая Да, это на эпоксидной основе нанесено Вернее эпоксидное связующее Приклеивающее зерна наждака К тканевой основе Ну а ткань уже приклеена к Люди могут заказывать инструмент Вместе с блоками как-то или Магазин, у нас есть на проходной магазин А если люди Из других регионов Заказывают блоки, они могут Укомплектоваться, чтобы им привезли Сразу же блоки и плюс В теории, да, на практике пока не сталкивались С поставкой в другие регионы инструмента А вы рекомендуете как-то все-таки людям На сайте может быть На сайте инструмент расписан Весь разрисован И краткие рекомендации К его использованию приведены И к вопросу об арматуре На объекте, когда мы были, мы видели Прутковая арматура Уложенная у штраба Я здесь пристроюсь А здесь, как вариант Представлена арматура для тонких швов Представляет собой Оцинкованные Ну как полосы назвать, да, наверное 8 на 1,5 мм Связанные Проволочкой круглой Тоже 1,5 мм Поперечные стержни Не работают как мостики холода А продольные, грубо говоря, стержни Берут на себя растягивающее напряжение Вы можете комплектовать все-таки объекты удаленные Арматуры нет Арматура у нас только как демонстрационный образец В качестве подсказки тем, кто строит сам И находится вдали от места продажи этой арматуры Здесь мы видим нержавеющий анкерок Для связи, скажем, кладки с кирпичной облицовкой В принципе, такие же оцинкованные целые бухты 30-40 метровые Продаются как электромонтажные шины Точно так же работают в кладке, будучи оцинкованными То есть купить электромонтажные шины и... Да Затратить чуть больше денег на материалы Зато сэкономить на трудозатратах До недавнего времени у нас это было нецелесообразно При нашей стоимости рабочих рук настройки Что будет в ближайшее время? Трудно спрогнозировать В какой-то момент наверняка Все вот эти специализированные штучки станут востребованными Бытует такое... Мнение, что он рыхлый материал Да, и что в него ничего не вобьешь Да Вот крепеж Розничные цены, по-моему, 12-16 рублей за штуку Вырывающие усилия около 400 килограмм из газоветона Соответственно, можно вешать консольные унитазы Водогрея накопительные 200-литровые и так далее Они сверлятся и заворачиваются вот так, да? Да, да Сверлом высверливаются Ну, здесь, по-моему, 12-й диаметр И потом вот ключом шестигранным заворачивается И в него вворачивается шуруп Вот эти дюбеля используются для крепления вент-фасадов в высотном строительстве Врывающая нагрузка тоже Там от 300 килограмм до полутонны Ну, расчет наберется, естественно, с большими коэффициентами запаса Поэтому вент-фасады висят Ну, тоже изделие хорошее какое-то Да, сертифицировано в том числе для пожарных спринклерных систем В общем, где большой гидравлический хлопок идет Устанавливается вообще без засверливания, строго вручную Сначала забивается, да? Забивается дырка, да И потом специальным кондуктором забивается на эту дырку Как назвать по-русски? Разрывная оболочка Раскрывается в теле газобетона, работает как якорь Как хорошо, все придумали, да? Да, можно сказать, что каждый уважающийся производитель крепежа Каковы в основном находятся в Германии Предлагает что-то для ячеистых бетонов Ну, это опять же, все нужно искать самостоятельно Либо, либо можно обойтись совершенно своими силами Теперь, да, пойдем посмотрим, как можно подручными средствами обойтись Значит, вот видим кирпичная облицовка, газобетонная накладка Чем можно их связать друг с другом? Ну, вместо кирпичной облицовки можем представить себе, вообразить тот же подвесной унитаз или водогрей Либо в шов кладки в процессе производства работы закладывается, как мы уже говорили, кусок оцинкованной перхополосы Либо просто любая металлическая, да, пластина, лента Может быть прибита к газобетону, чтобы на выров лучше работало Тогда вырывающее усилие составит на никак не менее тонны Следующий вариант Если кладка уже выполнена, а крепежа еще нет Берем любой гвоздь, просто пруток арматуры Забиваем один под таким углом кладки, другой под таким Получаем якорь, работающий на выров То есть гвозди фиксируются неподвижно Работают, ломая газобетон, а не просто вынимаясь из него И усилие также сотнями килограмм измеряется врывающего Коэффициенты запаса для каждого случая нужно брать своим Где там 3, где 5, где 7 крат Но в целом мы понимаем, да, что чтобы разрушить такую связь Два забитых гвоздя, нужно приложить минимум полтона Глеб, поскольку мы уже стоим у стенда и видим кирпичную кладку Вот здесь мы видим щель, которая сделана между газобетонной стеной и кирпичной кладкой Вот эта щель достаточно большая Вот у многих телезрителей и вообще людей, которые строят дома Их все время мучает вопрос Оставлять ли Щели между газобетонной кладкой Потому что многие строители говорят Мы вам оставим щель 5 сантиметров Для чего? Для тепла, говорят Вот воздух, воздушная прослойка 5 сантиметров даст нам тепло Другие говорят, надо оставлять щель 1 сантиметр Третьи говорят, надо ни в коем случае не оставлять никакой щели А забивать все чем-нибудь Вот что скажет наука на этот сложный вопрос? И споры эти идут постоянно И люди постоянно этим озадачены Что можно сказать про эту прослойку? Оставить вы ее или нет, суть от этого изменится очень мало Давайте просто порассуждаем о ней Кирпичная облицовка По сути, выполняет роль наружной отделки для кладки Все, что она делает, это защищает кладку от прямого попадания косых дождей От нагрева солнцем Не знаю, от чего еще может она защитить От каких-то механических повреждений Это основное ее предназначение Ну и придает внешний вид какой-то Заранее известный вид Для тепла Не играет абсолютно никакой роль Да, потому что кладка кирпичная В полкирпича Пусть даже под расшивку швов Выполнена По большому счету является Очень воздухопроницаемой И рассчитывать на нее В теплотехнических расчетах Не следовало бы То есть она как бы невидима В теплотехнических расчетах Получается Фактически ее можно пренебречь Да, да, то есть по сути, конечно, в штилевую погоду Она будет выполнять какую-то функцию Дополнительного задержания тепла в кладке Но в любой ветер Ее функция начнет падать до нуля Поэтому она скорее работает летом Спасая стену от прямой солнечной радиации От нагрева солнечными лучами Чем зимой спасает теплопотерь В эти прослойки в любом случае возникают Конвективные подоки Которые только облегчают перенос тепла И единственный ее объективный плюс Это более благоприятный влажностный режим работы кладки То есть от дождевой влаги мы кладку защищаем А проходящие изнутри пары В этой прослойке Как бы это описать на пальцах Ну да, исчезают То есть какие-то локальные места Допустим, даже если какие-то есть Грубо, да, остаются какие-то щелки Локальные места промокания Ну не промокания, а где-то что-то Продувание Выделяется То это все интегрируется по всей площади стены Да И таким образом, в общем, рассасывается Да, вот именно так Клеб, но вот все-таки я хочу спросить Люди простые Они Подальше от размышлений Подальше от размышлений Они должны выслушать приказ специалиста Все-таки Что же им делать? Ну то есть, да Если делать Если делать, то как? Вот если давать какую-то Как резюме Что вы скажете? Простую рекомендацию резюме Скажем так Зазор желателен Желательно его не просто объявить вентилируемым А еще и сделать вентилируемым Дополнительно обеспечив продухи Ну пусть там, скажем, внизу кладки В зоне цоколя И под карнизным свесом Обеспечить их можно Но самым простым способом Это не заполнением вертикальных швов Какое-то их количество В кирпичной кладке Конструктивных вариантов исполнения Может быть много Да, суть одна Что даже если вы его Забьете частично раствором Хуже он от этого не станет То есть все равно Циркуляция воздуха в зазоре останется И свою основную функцию Продолжение следует...